Всем привет ребята, вы на канале Таюжный Гость. Мы проснулись, сегодня опять бодрость и духа, хотим поехать дальше рыбачить. На данный момент мы перекусываем. У нас опять жареная рыбочка, вкусный хариус. В общем, такая у нас хорошенькая погода сегодня. Солнышко светит, чайник уже скипел на костерке. В общем, сейчас быстренько перекусываем. Сейчас быстренько перекусываем и уже выдвигаемся на речку. Попробуем половить хариуско. Сегодня у нас получается последняя точка нашего подъема, а мы сейчас начинаем спускаться. Надеюсь спуск пройдет успешно, без каких-либо форс-мажоров и желательно, чтобы не сломать ни лодку, ни мотор. Ну, постараемся по-максимуму, по-аккуратному спускаться, потому что, как я заметил, при подъеме все равно в течение бед лодка приподнимает лодку и меньше стукаешься в камни. А когда спускаешься, лодка не может развить такую скорость и все равно как бы удаляешься больше об камни. Ну и плюс то, что ты, когда поднимаешься, все-таки читаешь реку, там перекат. А когда спускаешься, перекат читать очень сложно. Ну и по прошлым годам, как я понял, при спуске ломали лодку, поэтому надо максимально аккуратно. Ну что ж, это план на будущее, а сейчас быстренько кушаем. Ну что ж, ребят, дрова я заготовил, березу тоже заготовил. Дом оставили в чистоте и порядке. Сейчас еще надо фонарик взять, а свой мусор дожигаем. Свой мусор дожигаем. Полы подмели. Все оставили в чистоте и порядке. Следующий, если какой-то чувак пойдет, то дрова есть. Вот там тоже дрова заготовили, надо расколоть. Здесь дверцы уперли. Так, если вдруг включая чего, мишка приедет. Вот прям не приедет. Мишка, если придет, то милости просим. Пусть зайдет, посмотрит, отдохнет и уйдет. Ничего не ломает. Здесь жратвы нет. Михаил Потапыч. Вот сейчас надо спускать вещи. Спустим вещи и потихоньку будем двигаться. Здесь, конечно, ничего особо не убрался. Вот. Потому что времени нет. Вот только встали и надо уже двигать в путь. Вот. В общем, такой кавардак. В общем, такие вот дела. Ну что же, спасибо изба, что опять приютило нас. Отдавило нам свое тепло и уют. Мы потихоньку, наверное, двигаемся дальше. И уже начинаем спускаться. Отец и Данил уже пошли один рейс. Сейчас и мне надо пойти, надо еще с Кнастей приготовить для отсада, для Даньки. В общем, как-то так. Видите, Блесе? Захвати. Ну что, мы идем обратно, собираемся. Дай Бог на будущие годы опять приехать с сыновьями. Все было чики-пуки. Все, давайте поехали. В общем, батя и брат рыбачат. Веселуха началась. Потихоньку спускаемся. Мне приходится ходить туда-сюда и меня вот это немножко убивает. То, что надо будет, надо вон на перекате идти, потом ловить, потом обратно возвращаться за лодкой. Поэтому приходится где-то себя ущемлять. И вот в каких-то моментах, о, батя вытащил хорошую рыбку. О, батя гадает трофей в него. Батя начал ловить и прям верещит, как ребенок. Сейчас, наверное, придется тоже себе пустить, а то у них веселуха. А у меня как-то без веселухи и неинтересно. Опять небольшой заморосил дождик, но сейчас бы не прекратился. В общем, комаров опять. Вон, куча. Куча комарья. А вон, брат, показывает, не знаю, видно, нет. Он рыбу поймал. В общем, потихоньку надо даже на лодку, чуть-чуть этот перекатик. И начнем дальше. Повеловлю. Так. Риоги Виртус. Батя давал. Что-то она начала. В общем, если слышно, то она визит. Визит почему-то не знаю, что-то не случилось. Вроде как хорошая катушка от хорошей фирмы. Что-то она даже пол рыбалки не отслужила. Но пол рыбалки, получается, я заслужила и батя опять тащит. В общем, как-то так. Идем не спеша. Не спеша идем. Надеюсь, придем до избы. Солочки и сохранности. Где-то на этих активномоментах мотор завожу. Где-то спускаюсь вот в таких моментах, допустим, сейчас приходится сплавляться, потому что батя рыбу ловит, а так как бы зашугавит. Вот как-то так. Блин. Парагина. Парагина. Пико, не шоркайся, Даня. Сегодня солнце дано. Если снизу было, тогда хорошего отверта. Но спугать будем. Парагина. Бараня. Парагина. Они уже пока летят. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Нормально? Субтитры добавил DimaTorzok Хорюс какой-то тухлый, плохо берет Батя так-то бодро выскочил передо мной Но видать обжег рыбу Малыш какой-то прыгает Душевно Сейчас он тебе руку еще проколит Вытащи Подними его Покажись, попонтуйся Подожди Решили делать небольшой перекус Батя начал готовить В термосе У нас вода есть Так что Такой легкий перекус Пока будет Я постараюсь Поймать Опа Не кричи, не кричи, не шуми Тут горячая вода Хорошая рыбка приходила Вон там батончик Будем есть Батон уже можно есть? Мы быстро так не съедим Рыбка До дома Потом И что в сан Рыбка какая-то белая Прям хочется батон Так пахнет Большая рыба приходила Но Видать Из-за того, что все дрыгаются Горячая вода, да? Горячая вода, да? Горячая, да? Воду зачем-то взяли Воду Смотри Воду-то зачем взяли Это не вода Это папина вода Аааа Это папина вода Я думала вода уже Хм Не берет Хорошая рубина приходила Да Ох Есть Блин Сошла Так хороший Такой хороший был, да вот он все ребята харюс харюзят вот такой блин вот этот заглотил конечно вот это душевно там отсюда уже точно не выйдет чем буду выковыривать его он там сандалил прям я что подустал с течением времени все-таки общая усталость она есть а братан как обычно вечером быстро вырубается а целый день что-то кричит шумит прыгает бегает в общем энергии бьет ключом энергии в общем погода нам а а бог погода дарит нам твои скажем так прихистья и вот у нас идет нам гроза хорошенькая в общем посмотрим батя говорит палатку надо поставить если у меня крамповская палатка летняя вот и переждать не погоду но может и она уйдет стороной после пару лет терапии отец выбрасывает вот такую мелочь хотя дед и дед учил что если ты поднял с реки это выбрать сегодня стоит и менталитет у старых людей вот такой потому что советские времена был скажем голод холода и все дела и теперь мы ловим только зачетную рыбу а всю мелочь выпускаем это не один раз была проведена терапия с отцом на братья придет ой блин по моих на основе вот такая малыш не ребят попадается регулярно и вообще как бы говорят что желательно в руки не брать потому что обжигаешь но так не получается вытаскивать и приходится все равно брать в руки чтобы вытащить вообще узенков что ли говорил что типа температура у рыбы она более этот как его холодная а в руке у человека 36 градусов поэтому соответственно соответственно обжигаешь рыбу когда берешь руки по чем но иди дожили я тут рыбу ловлю а ты там ходишь дожили ну иди иди сейчас я лодка приеду сейчас брата стесет и он будет будет нет по воду она зацепил он эту сторону блесну а мы сейчас потихоньку поедем опять галоши галошики надо перевернуть собой взяли горох галоши а то ноги устают целый день находиться в броднях болотных сапогах и поэтому хотя бы какая-то услада и прохлада для ног везде после бурного дня это галошки 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 ну кто ж потихоньку потихоньку сейчас прыгаем вперед и потихоньку начинаем по коми зебячно а по-русски палкой отталкиваться вот такой бурный перекатик ниже иди ниже вот сюда иди сюда вы как мне его забрать ты опять упадешь булькнишься да нет я не булькнуй до прошлый раз также говорил дед пихта кто да греби греби вперед она гребти греби вперед видишь наш след по ходу батя уже вот опять убежал вперед матя бегает как лось тоже нам придется его уже на мотор и догонять а то так и не догонит отец хотел показать мастерство прыгания воду при экстренном торможении то есть наезжение на мель но не получилось я думаю следующее разу это покажет пытаемся ловить рыбу данька перешел в ту сторону ну что там запутался по ходу батя где куста в общем пытаемся ловить рыбу камеры камеры заели зараза такие комары нещадно кушают рыба нет нет пилот но так яла то клюет то не клюют на одном перекате как может плевать на другом нет где-то на ямах клюет как бы по-разному в общем в общем как-то так то так то так то сяк ну ничего нет нет одну рыбку поймаем да и то хорошо кайфуем дождь его не было то ушел немножко пока полы и ушел и была поклевочка не знаю говорят что он а это маленький малек в общем говорят что надо когда ведешь блесну если видишь ночью и что поклевка удары есть то надо немножко остановить замедлить от блесны чтобы лучше схватила рыба но что-то по заметкам по хариусу ты останавливаешь и просто блесна становится неинтересной для хариуса и покидает останавливается вот такой момент не знаю конечно может это из-за блесну то чтобы снова какая-то не такая может еще что-то но суть пока суть пока такая в общем-то как-то так в общем немножко утухли нашей предвкушение особо рыбка не клюет то ли из-за того что гром то ли дождь то ли солнце то лишь только очень непонятная погода вот потом ветер несет разную чепуху деревьев вот и из травы наверное какая-то белая штука вон плывет непонятная пух какой-то белый и рыба выходит но она такая яренькая яренькая а он как и братан поймал вот ну рыба такая яренькая являненькая приходится по 10 заборцев делать и ловить одного вымучивать его короче вот если вчера еще более-менее рыбка есть так давала свое свое проявление и брала сейчас или или не берет или берет так слабо что губа рвется и из-за этого частые сходы вот как раз сейчас была поклевочка ну-ка повторим-ка ой повторим-ка но что-то короче не того и поэтому это немножко удручает но но хотя бы так бывало и так что просто или дождь пройдет и вода немножко помутнеет и все хариус вообще идет на отказ на жесткий отказ или еще какие-то моменты благо что как бы солнце и вот тучи и все время гром гремит но в целом как бы там буквально нам минутку дождь и потом солнышко греет в общем такой ковардак ладно не будем его вылавливать вымучивать раз ты не хочешь то живи расти до следующего года дай бог расти до следующего года даст бог и опять же сделаем себе небольшую экспедицию в эту славную речку а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!